Мыса Айтадор называют его Лимен-Бурон, что в переводе обозначает мыс Гавани. Заканчивается он живописная скалой Парус. Она действительно похожа на парусник, только что отчаливший от берега. А на противоположном выступе мыса Айтадор уже видел сам замок Ласточкино гнездо. Похож он на рыцарский или средневековый, но совсем таковым не является. Был построен в середине XIX века, и идея создания полноценного курорта для климата лечения принадлежала врачу Альберту Тобину и его супруге Елизавете Александровне. Именно она построила каменный дом над обрывом, который назвала Ласточкино гнездо. После смерти Тобина его супруга продает эти земли московскому кубцу Павлу Шалопутину. Монашки и Грунах, и особенно эти кроты любые скины режиссеры. Вспоминайте, здесь снимали в стиле Капитана Гранта, Аллы Баруса, Человеком Фибе и Остров Сокровищ. Там замок вы наверняка узнали по фильму Станислава Коварушина и здесь не крестят снятого по заименам романа. Капитана Гранта, Аллы Баруса, Человеком Фибе и Остров Сокровищ. Капитана Гранта, Аллы Баруса, Человеком Фибе и Остров Сокровищ. От подножия этого колба начинался наш город. То в этом будет 3 года назад. А мы с вами находимся в акватории Ялты, у морского торгового порта. Уже скоро будем у причала. И пока наш теплоход еще не подошел. Причем у нас есть хорошая возможность полюбоваться Ялты с моря. Ведь только с моря можно заметить, что она действительно окружена амфидиатром. И полукружаем гор, расположена на трех больших. Амфидиатром.